Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Сегодня воскресенье, 10 января 16 года. Номер 29. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 9 января 2016 года. Посоветовали такую тему открыть. Это уже 29 день, и пока мы без пропуска каждый день делаем. Но я сдал эпиграф каждой беседе. Кругом измена, трусость и обман. Измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике. 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Везде это я беру, потому что не знаю кому как, а мне это приходится каждый день испытывать. Измена. Вчера ходили вместе в Дом Божий, разделяли искренние беседы, и ничего не было. Делается совершенно другой человек. Враждует, других отравляет, натравливает. Ужас один. Просто думает, что неверующий тут понятно, какая это выгода. А то верующий, при том делает по убеждению, что так и надо. Будут убивать и будут думать, что Богу служат. Христос предсказал. Убивать даже будут. Если кто может, то прочитайте Тютчево стихотворение «Янгус на костре». Хорошая. И тоже, говорит, папа в своей непогрешимости греховной приговорили к смерти. И делает, и думает, для Бога делает. И бабушка там угольки подгребает, последняя охапка и дров пришла. Вот. Ну, до этого мне модераторы, администраторы считают, что они делали. Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, одноклассников, из других ресурсов, администраторами и модераторами на наш форум. А потом возвращаем ответы к вопрошателям. Теперь видны на нашем видеоканале «Восвете Библии» открытым оком. Открытым оком. Если заряете, вы этот канал увидите. Но чтобы было понятно, какой у нас канал, я его сразу покажу. Вот наш канал. Называется. Вот он как выглядит. На нем число точно не показывает. Ну, где-то уже около 4 или больше 4 тысяч наших видеороликов. Вот за это время еще двое кто-то зашли, потом посмотрим. Вот. Но тут нужно сказать, новинка одна вводится. Мы сейчас ее покажем. Я не говорил, это моя ошибка была. Вот. Тут все по плейлистам. Жития святых на каждый день. Еще там, в 1980 году, я закончил работу, начитывая по Дмитрию Ростовскому 12 томов. Жития святых. И теперь их стали опармлять. Модераторы там все. И они выставляют их вот сюда вот. Вот. Сегодня выставлено какое? 9 января. Страдание святого первомученика, архидиакона. Архидиакона Степана. И по порядку вот они идут, жития. И тут как-то еще делается, что они на каждый день. Полностью жития по Дмитрию Ростовскому. Это 1173 видеоролика будет. Этого тоже нигде в интернете нет. Ну нету, просто нету в мировой сети. Поэтому, если я говорю, то я хвалюсь моим Господом, благодатью Его. Тогда это дорого мне обошлось. Пять тюрем за плечами пришлось пройти и лагерь. Исследования психиатрии там сколько трепали. Ну все, признали. И вот утверждено. Теперь это достали. Пришлось оцифровывать. Ну, конечно, раз хранили под землей, прятали. КГБ изымало, резало, размагничивало. Но один экземпляр сохранился. Конечно, там щелканье. Потому что ленты, которые были бобины, их нужно два раза в год было перематывать. Напряжение снимать с них, чтобы оно не попортилось. А у нас лежало около 25 лет. Где-то под землей зарыто все прятали. И сырость, и мороз. Ну так что тут понятно. Их можно выправить. Если заново насчитать. Я уже не смогу. Четыре причины, почему я не могу считать. В первую очередь, человек должен хорошо слышать, что считает. Ослабленный слух, плохо слышу. Второе, должны быть зубы, чтобы не шепеляют. Зубов нету. Третье, у меня бронхи трудно дается это считать. Вот какие условия для этого нужны, чтобы и хорошие глаза хорошо видеть. Слабо вижу, все, держу перед собой влечительное стекло. Я бы даже на это дерзнул. Вот смотрите. Вот наш видеоканал. На него заходите. Теперь я показываю. Заново идем дальше. Теперь задавайте вопросы. Прямо приходите на наш форум. На самом форуме. Вот форум наш. Я сейчас покажу, где он есть. Вот как выглядит православный форум Игнатия Лапкина. Это 1587. Это огромный форум. По всей полноте тут и видео, и фильмы, и чего только нет. Заходите сюда, на наш форум. Не надо будет перекидывать. Прямо сразу отвечать будет. И объявление. Уже не первый год меня просят составить на каждый наш видеоролик, хотя бы краткое, но точное описание, что на нем есть, для облегчения поиска нужного ответа. Отвечаю. Мне с этим не справиться, даже при всем желании. Теперь уже начал делать один Коля Николай, и вы увидите, под каждым вот этой беседой, которая под беседами, под этими, уже выставляем. Вы увидите, это выставлено. Не надо. Берите любой ролик и на меня потом скидывайте. Поминутно. О чем? Указать на какой минуте, о чем. Вот так. Исполнить это. Ну, краткое содержание. Зайдете, и теперь видно. И вот сегодня еще одно объявление. Готово очередное видео страдания первомученика Стефана. По себе понял пользу слушать ваше житие, а что-то откладывается в памяти, и появляется желание подражать мученикам в жизни. О, как. Ну, когда вы... Подожди. Голубя. Это у меня дикари в комнате живут, а там порогиста наверху. И по подсчетам, сегодня эризатор даже уже вывестись у них. Она сидит на яйцах. И, видимо, он песню ей поет там. Радуется, что роддом у него, там, видимо, ребятишки запищали. Давай дальше. Но когда вы первым видео Варвары поделились, то просмотров было поистине много. И до сих пор Варвару смотрят. Остальные видео жития просмотров 20-30, в лучшем случае 50. Поэтому, если будет такая возможность, делитесь ими. Страдания первомученика Стефана доступны по этой ссылке. Вот она. Ну, я остановлюсь, чтобы вы могли зарядить, записать там или как-то. Ну, просто так заходите, и все есть. Копируйте, и людям вставляйте. Посмотреть нужно, сколько будет просмотров. А завтра сделаю 20 тысяч мучеников. И можно попробовать перетащить их в мой мир вам. Как вы и другие видео перетаскиваете. И опять же посмотреть, сколько будет просмотров. Смысл такой. Нажимайте на ссылку, переходите на видео. Далее поступайте, как с обычным видео. Пробуйте его затащить в мой мир, к примеру. Или вверху его ссылку копируйте и людям отсылайте. Вот так. Вот опять ссылается на какой-то. Я уже не стал расшифровывать. Можно отсылку. Она хороша тем, что жития по ней будут идти одно за одним. Дальше. Что записали? Писали нам вчера, не считая поздравления, другие. Вот какие нам идут письма. Я предупреждаю. Мы выставляем все. Поэтому никаких тайных никогда не пишите. Какая тайна, когда вы интернет выставили? Потому что у нас много недругов. Я их называю патриархийное кодло. Стая просто. Безумствует. И вот кто у нас в друзьях, они друзья этих вылавляют. И буквально блевотиной все перемешивают. Каждый день они работают над этим. У них другого нет. Почему? А их благословили батюшки. Потому что я еретик, псевдоправославный. Псевдопроповедник, лжепомиссионер. И они трудятся на этом. Каждый, кто в друзьях у меня, вы будете получать от них вот это зловоние. Поэтому сами смотрите. Что они вам могут дать? Они ничего не могут. У них ничего нету, кроме злодейства и сатанинской злобы. Чисто сатанинская. Дальше. Виктор Шепелов. Спасибо, Игнатий, за предложение изучить ваши материалы. Ну как он говорит изучить? Я каждому посылаю вот такой наш сайт. Вот я пишу. Смотри как. Покажи его. Каждому, кто со мной знакомится, я посылаю вот это вот. Где наш форум? Что есть? Вот это. Показываю. Дальше что тут считать? Откуда идет? Вот она идет. Данные какие. Ну вот один раз. Зарядите, чтобы было видно. Вот я его уберу. Вот я ему послал. Он знакомый заходит. Так. Я все посмотрел и мне очень понравилось. Вы грамотно проповедуете, поэтому хвала вам за это. Как имеющий духовника, думаю, что и у вас есть духовник, который благословляет вас на ваше миссионерство. С уважением, Виктор. У меня на миссионерство благословенная грамота от митрополита Виталия, когда еще была зарубежная церковь, когда еще предатели, отступники не разрушили ее, не пошли на конкордат, на полное соединение с этой структурой московской патриархии. Что они с ней сейчас сделали? 13 юридикций новых появилось сразу. То есть теперь открылось и дальше. Юрий. Здравствуйте. Я посмотрел ваш ответ на мой вопрос о расторжении брака. Спасибо большое за ответ. Позволю себе еще вопросы. Дело в том, что жена моя со мной во втором браке венчанном. Первый брак тоже был венчанный у нее. Я до нее не был женат. Ну отсюда вывод какой? Возник у нее вопрос. Как быть теперь? Ведь в свете последних полученных мной ответов получается, что мы прелюбодействуем. Да. И сейчас, живем в браке, первый муж жив же. Или должно было заключать повторный брак? Не должно. Ну раз уж случилось так, то как быть с этим? Это уже не надо как случилось. Расторгать и все. Дети. Дети это свидетели разврата родителей. Так святая Библия говорит. Расторгнуть и на этом конец. Как сделал Неемя и Езра. Всю страну на развод поставили. Они снабдили их до самой смерти, дали им сколько требуется денег и отпустили. Теперь уже произошло все. И хотелось бы уточнить вот еще. Что если нам вина прелюбодеяния доказана будет? То мне все равно нельзя будет расторгнуть брак и заключить другой. Вот теперь идите к священнику, к епископу. Судя по тому, что на вас наложится эпитемия прелюбодеяния. И вы расторгнете брак. А у вас не было венчания. Опять с этой он венчан был. Видите, тут уже настолько запутано все. Если с этой жил просто в прелюбодеянии, тогда мог бы. А если с этой повенчался, она незаконная. Епископ должен расторгнуть его. Незаконное венчание было при живой жене. Незаконно. До смерти жены. По сути так. Но вы не были женаты. Значит, как посмотрят? Только идти к епископу. Через... Ну, найдите там свой партиальный, который... Валентина Будучанина. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли православным верующим в скобках образ жизни максимально приближен к вашим оттолкованиям Святой Библии? Моё оттолкования нету. Которое выстроит блаженную профилакту. Ввести детей в сектантские собрания по приглашению на Рождество. Детей интересуют только подарки. Спасти Христос. Не стоит. Ради подарков ходить. А если в другой день сводите, стоит. Но ради подарков не стоит. Это нехорошее мнение и в детях будет. Где-то найдите, купите что-то детям подарки. А ради подарков не ходите. Это я уже знаю. Не надо заманывать туда. Ну, а если посмотрят там... Ну, если бы были здесь и с ними, пойти рассказать. Поучиться у них. Как у сектантов есть чему поучиться. Всякое доброе даяние от Отца Света. То сектанты, то другое, да. Но они добрые. Они умеют людям преподнести Слово Божие. Зульфия Ахмадулина. Игнатий Тихонович, можно ли ходить на праздничную литургию Рождества Христова без исповеди и причащения? Давно уже не получается прочитать все каноны. И я не понимаю многие слова. Видите, человек может даже не русский, не понимает. Это трагедия русской церкви. На русский язык нужно переводить все до единого слова. А теперь, а при чем тут Рождество Христово и причастие? Это не связано никак. Вот у нас принято причащаться четыре раза в году. Четыре. Ну, на день рождения еще может быть. Пятый там. Вот и все. Так, с первого дня, с князя Владимира, никогда не облащащие исповедуще, причащайся. Они не готовы. Это, я сколько знаю, вот особенно где-то они с миссионерством связаны часто, они бесноватые делаются. Просто бесноватые. Воображает какой-то миссионер. Какой миссионер-то, когда ты понятия даже не имеешь. Просто бесноватые. Недостойно причащается демон, входит. Это жития Макария Александрийского за 17 января. Наталья Рублева. Добрый день, Игнатий Тихонович. Задавала вам вопрос в Фейсбуке, но ответа не получила. Скажите о книге «Вавилон» и «Вавилоне». Вавилоне. Очень хочу прочитать, где найти. В первую очередь в Фейсбуке я не бываю. Мне эта система, один раз только открыли листик модератора, и все, я ее выкинул. Даже не знаю, где вы. Зачем вам эта нужна книга? «Вавилон», «Вавилоняне», вам очень хочется, смири себя. Мало что тебе хочется. Читай Святую Библию. Читай Святых Отцов. Вот тебе достаточно. А из Святых Отцов это, в первую очередь, Блаженного Фефилакта. Вот у нас трехтомник. Полное толкование всего Нового Завета. Вам этого хватит. Ну, а там Иоанна Златоуста берите, читайте. Я пишу ей. Зачем вам это? Еремея 12, 13. Они сели пшеницу, опожнали терны. Измучились, не получили никакой пользы. Постыдите же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Когда задают вопросы, священники начинают говорить, городит, городит что-то. Ну, ты открой Библию и покажи. Вот у меня ответы все такие. Теперь она пришла к Богу, не ко мне. А через меня она может только узнать, где написано. Вот я и отвечаю. Мои слова какие? Зачем вам это? Три слова. Все. Дальше отвечаю. Марк 5, 26. Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Вот так и вы будете считать все это, написано от столы, наполнено отвратительной блевотиной. И все на этом. Не надо, это Библия так говорит. Евреям 13, 9. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Ну, так. 1 Коринфянам 6, 13. Пища для чрева, и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, оно для Господа, и Господь для тела. Ну, понимай, для чего это написано. Пища это духовная. 1 Яна 4, 1. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Ну, зачем? Как-то Вавилон, там, Вавилон. Зачем тебе это? Да это конца края нету. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учениям бесовским. Юрий Соболев. Миром, Игнатий Тихонович, в порядке добрые шутки. Зная ваши чувства юмора, по содержанию же все правда, в скобках. Загадка в стихотворной форме. Задачник по курсу миссиологии для барнаульских семинаристов. Две точки. Не угождая никому, в желании быть приятно сладким, покорен Богу одному. Кто он? Ответ. Игнатий Лапкин. Ну, вот видите, не я составляю стихотворение-то. Я тут хотел немножко отвлечься и показать. Вот к нам ходил на занятия. Один человек, тут где-то, где-то я не знаю, даже теперь найду или не найду. Вот. Да, видимо, не найти здесь стихи. Одним убрал. Потом я покажу где-то. Ходил человек один и написал стихотворение на меня. Ну, я возьму это стихотворение и выставил, показал. Ой, как поднялись. Это в книге, в интернете это стоит. Вот. Игла-проповедник. Просто зарядите. Игла-проповедник. В Ютубе зарядите. Игнатий Лапкин. Стихотворение. Так прямо, прямо на полном серьезе злобятся. Что-то я отнял или что-то. Я не мог сейчас найти. Я его в папку положил. Александр Жоба. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Хотела бы с вами поговорить. Думаю, что Александр. Это возможно? Скайп зарегистрирован на мужа. Мое имя Жобан Инга Сергеевна. Александр Жоба. Ну ладно, дальше. Вот это есть. Есть вопросы, которые не нашла на сайте. А можно вы мне назначите время, день, чтобы я смогла спокойно поговорить с вами? А то у меня дети дома и не дадут. А я уже подготовлюсь к назначенному времени. Видите, как люди просятся. Кажется, вы только-только радовались. Я отвечаю. У меня как раз немного свободное время сегодня. Через сколько желаете? Ответ. С бабушкой сейчас переговорю. Может, она посидеть. 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 Седой сделать. Ответ. Теперь только через месяц. В это же время и в субботу. Раньше не звоните. Я ухожу. Все. И она после этого уже как бы спрещали. Там что-то такое. Ничего нет. Потому что у меня времени нет. Никак нет. Владислав Марущак. Слава Иисусу Христу. Храни вас Бог. Скажу вам, что только по Никите можно говорить, как благодать Божия трудится на вашей общине. Какой он был, какой он стал. Слава Богу. Ну вот попутно спросить, Никита. Ты в себе изменения какие-то чувствуешь? Чувствую. Как приехал вот с того времени? Конечно. Ну вот если бы я обращался с тобой по-другому, как они говорили. Ты думаешь, результат такой был бы? Нет, не был, конечно. Понятно. Тебе он не приспособлен к жизни. И на каждом шагу надо, чтобы он чувствовал себя хозяином. И делал все как для Бога. Вот немного где-то вчера оптинский. Анатолий, кажется, там сказал, Игорь, запиши. Нектарин. С тобой самое маленькое дело, делай как для Бога. Так? Так. А ты тоже взял свою записную книжку и так же написал сразу. Анатолий Меньшиков. Игнатий Тихонович. Благодарю за видеоответ на мое обращение. Никита зачитывал. Его приветствую. Вышите файл с визитками, пожалуйста. Дальше. И по книгам. Жду ответа по сумме, какую перевести за книги. К истинному православию. Для слова Божьего Дед Уз. Новый завес толкования Блаженного Фефилакта. Я не знаю, сколько за перевод, поэтому он благодарит. Я посчитал, а там обойдется ему с пересылкой 4900 примерно. Потому что к истинному православию это 500 рублей, вот это 700, а это 3000. Ну и около 700 это. Мой адрес Александр Жоба. Опять пишет она. Игнатий Тихонович, извините, пожалуйста, меня за нетерпеливость. Месяц ждать долго. Нигде не могут зарегистрироваться. Ни на сайте, ни на форуме. Чтоб хоть написать вам. Плохо у меня с компьютерами, не разбираюсь в них. И видите, как получается. Все против меня никак не списаться с вами, не созвониться. То есть люди просятся, мы не затягиваем, у нас не принято это. Зомби зазомбировали, гуру там это, ну, нечестивцы это, как я их называю, патриархийное кодло вокруг меня. Роится просто стая нечестивцев, как будто из ада вырвались. Какие злобные слова говорят. Даже произнести нельзя матеряться. Ужасно. И это все священники и со священческим благословением, которые, особенно семинаристы, и особенно если как-то они как-то себя позиционируют, как бы с миссионерским отделом. Это самое ярое, как сатана, будто выскочил из преисподней. Ничего, если я здесь вам напишу. Я начал ходить в храм недавно, третий год. И многого еще не знаю, не понимаю. Много смотрела православных сайтов. Владимира Головина ни разу не смотрела на сайте мой духовный маяк. А, спрашивает. Владимира Головина ни разу не смотрели на сайте мой духовный маяк. Много смотрел его. Вот она спрашивает о нем. Я его смотрел, читал. Может быть не все, а много смотрел. Хорошая. Видно, ревностный батюшка. Смело так действует. И сердце к нему расположено. Бог его знает. А был бы здесь, он, может, меня огрел бы. Дальше. Извините, что вот так много вопросов у меня. Если уделите мне время, подробно хотел бы поговорить по скайпу. Я говорил, предлагал, а она не могла. Уже больше не могу никак. У меня времени нет. И еще один вопрос. Я дома читаю много акафистов без благословения батюшки. Плохо ли это? Вот это благословение, это сегодня, как я... Благослови, благослови, совершенно мозги отшибленные. Поклоны делать благослови, акафисты считать благослови. Бога вообще нету. Каждый священник это папа. Это в православии, это такая зараза. А меня обвиняет в младостарчество, то другое. У нас совершенно полная свобода. Люди собираются, идут на благовестие. Задумали несколько человек, пошли к баптистам, католикам. Куда хочешь, идите. Наконец, как и человек, вместе молитесь. Придите, чтобы дома молились, поддерживали вас. Отшибли мозги им. С благословениями своими. Извините меня ради Бога, пожалуйста. Что здесь написано? Ну, чего извинять это? Я сказал через месяц. Сейчас не могу. Юлия, Игнатий Тихонович, мы помним вас и продолжаем следить за вашими новыми видео. Здравия вам желаю и вашей общине. Молимся о вас, чтобы Господь даровал вам здоровье долгих лет жизни. Вы переворачиваете этот мир. Вы как стена над нами грешными. Вашими молитвами Бог хранит еще этот город. Ради одного праведника Господь смилуется. С Рождеством Христовым. Спасибо, что ответили мне с другой страницы. Надеюсь на ваш ответ дружбы. Мы продолжаем вас смотреть и очень огорчены за Сергея Козлова. Вы просто в шоке. Сергей так изменился. Вы не спублично какие-то обличения. Так подло. Мы смотрели и не верили своим ушам и глазам, что он несет. Мы в большой печали от этого. Так же и про Дудина думаем. У нас даже слов нет. Мы еще не отходим от этой мысли. Как могут измениться друзья? Вокруг кругом измена, трусость и обман. Что тут говорить? Это страна заклеймена этим. Убили царя. У меня претензий никому нет. Я за всех молюсь. Это люди так думают. Письма я не буду прятать. Вот мы за вас радовались. Как хорошо братьям быть вместе в общении. Итак. Уж Козлов-то вас знает хорошо. Уж вы у него были и братья. И так сделать. Игнатий Тихонович, мы с вами. У нас нет никаких противоречий. Все, что вы говорите по Писанию. И некоторые обижаются на вас, что вы какой-то грубый. И голос повышаете. Вот видите за что? Голос повышаете. Интонацию ловят. Под язык залазят. И тут мы согласны с вами. А как иначе? Нужно слово не только говорить людям. А иметь влияние словом и делом. У вас и слово и дело живые. А значит эмоциональное. Видишь как понимают люди. Понимают. А тут разбирались как-то. Сидели. И Ангроси Юрасов. Отец Геннадий Фас. Тут священники приехали. И точно так же кто-то стал говорить. Вот Игнатий по-другому делал бы. Говорил как-то так вот елейно. Как они говорят потихоньку. То было бы. И отец Геннадий вынес решение. Как бы общий итог подвел. Игнатию это дано. И подражать ему невозможно. Это дано ему от Бога. И поэтому почему результат? Результат такой. Который превышает все самые смелые ожидания. Это увидел Андрей Кураев. Зачем он меня называл самым великим миссионером. Не знаю уже как. Я таким себя вообще не считаю. Повторяю всем. У меня нет духовного образования. Но я 53 года у ног Христа просидел. Слышал давно как один сектант пытался изгнать беса из человека. Говорите ему бесу. Ну выходи что ли. Давай. Давай. Многие смеялись над ним. И шутили. Ну ты еще извинись перед ним и пригласи выйти. Так и тут. А как же без силы? Сила и в слове нужна. Уверенность. То что и подтверждается в своих видео. Конечно сила не всем нравится. Особенно рогатым. Абсолютно точно. Вот к Антонию Великому привели бесновато. Он только глянул. Этот бес очень сильный. Мне его не изгнать. Да как же так далеко шли. Ну выход есть один. Вот там вон. Недалеко. Вон там за бугром. Там один есть такой. Павел. А ему прозвище Препростый. Простой-простой был. Ну прям мне по сегодняшнему сказать погубил все православие. Такой Препростой. Приходит домой. А жена радостная. Там с чужим мужиком обнимается. И они сразу друг от друга. Он говорит ничего ничего. Она тебе нравится. Нравится. Так вот эти дети. Это ее дети тоже дети. Так занимайтесь своей любовью. До свидания. Повернулся и ушел в пустыню. Вот. А то я в тюрьме был таким. Я зашел. Они так. Я как дал обоих убил. Ну вот выход. Два выхода каких. Два. И он пришел. Пришли. И привели. Беса изгнать. Беса ко мне. Да у меня ни образования. Ничего нет. Я ничего не знаю. Мы ничего не знаем. Антоний сказал. А Антоний сказал. Ну как изгнать. То он не знает. А пустыня. Там солнце какое. И камень. Валун. Он на него заскочил ногами. Это ноги буквально дымятся. От жару-то. Но Бог сделал так, что этот жар перешел на сатану. Ну и бес. Ну выйди из него. Молитвами отца моего духовного Антония. Бес как завизжал, заорал и выскочил сразу. Вот как надо слушать это. Какими словами говорит. Весь сказ. Юрий Соболев. Наблюдая за происходящим в Европе. А особенно за последними событиями в Германии. Складывается устойчивое впечатление о попущении всего этого Господом. Чтобы напомнить Европе о Боге. Именно так. Иаков 3.8. Ну это ладно. Это уже это другое. Александр Рогель. Найти смысл жизни. А то крестить крестили. А что делать с этим не сказали. И до сих пор молчат. Вот так. Это почти 100% такие вот. Ничего не знают люди. Ничего не знают. Вопросы есть. А вы вроде к ИГИЛу собрались. Оставляете нас сиротами. Идите прежде к погибшим овцам своего дома. Благодарю. Может никуда я не поеду. Ответ неопределенный пришел. Только поблагодарили за письмо. Но дальше не идет. Почему? За это время очень нарушились отношения с Турцией. А через нее надо проходить. Я хотел попасть к ИГИЛ. Чтобы походотайствовать. Я знаю что это 100% смерть. Но побыть у них договориться около месяца. У меня особая программа. Я ее не открываю. Но надеюсь. Очень верю я в это. Потому что я эту программу испытывал тысячекратно. И ни разу сбоя не было. Ни разу. А то не люди. Это люди. У нас много общего. И главное что мы от Адама Асиевой. Вот Златоуз говорит. Так они поступают по своей книге. Которую называют священной Коран. Коран. Она не экстремистская книга. В ней там написано. Язычников убивать. Продавать в рабство. Что они там сезидами этими делают-то? Десятилетие девочки насилуют. Это они не поделают. Уже неправильно. А вот. Остальное они делают по своей священной книге. А если мы бы делали по нашей священной книге Новому Завету. Святым Новым Заветом. Результат был бы другой. Наталья Рублева. Спасибо вас Христос. Это действительно сокровище. Я давно и много слышал о вас хорошего. Дай Бог вам сил и здоровья. Вечер добрый. Вы не одиноки. Обличение РПЦМП. Протеи Павлом Адельгимом. Вот где. То есть. Который погиб. Так вот погиб. И вас тоже ожидают. Мне говорят. Но тут видимо не полностью что-то не идет. Просто нужно найти где. Как он. Еще один сегодня написал. Вчера. Монте Кристо. Понятно что это не его. Монте Кристо. Ну что тут говорит. А мы знаем какой роман. Что из этого идет. Здравствуйте Игнатий Тихонович. Тут есть такой священник Сергей Дудин. Он везде вас чернит. Говорит что вас станет. Живет разврат. Насилует и все такое. А еще говорит везде. Сергей Пупкова Никита гей. Сделайте опровержение в ютубе. Так ты гей? Нет не гей. А Сергей? Сохрани бог. У нас даже не именуется. Ну в первую очередь. Не знаю я. Говорил ли Сергей Дудин. Это если говорил. Да не вменится ему. У нас было такое. Что дети в лагере. Было такое. Мальчики и девочки спят вместе. Ну я приехал. Так называемая сатисфакция. Потребовал извинения. Они нет. Я подал в суд. И три процесса прошло. Все выиграл. Наголу были разгромлены. У нас даже где девочки. Отдельное помещение. Келли. Мимо проходить нельзя мальчикам. Ну и на суде все было доказано. Лагерь у меня комплексный. Детский лагерь. Я начальник детского лагеря. Основатель его. Уже 44 года. 44 года. И родители стали говорить. Как мы там были. Жили. Чему научились. И прочее. Нет ничего этого. Вот так. Ни геев нету. Но они злословят это. Я называю патриархиное кодло. То есть бешеные. Бешеные волки. За мной гоняются. Да не имеет им Господь в судный день. Вот все. Нет этого. Ничего нету. Я отвечаю. Экклезиас 7.20 Нет человека праведного на земле. Который делал бы добро и не грешил бы. Это я отвечаю так на это. Отвечаю как? Ну согласно словам Божьим. Давай. Поэтому не на всякое слово. Которое говорят. Обращай внимание. Чтобы не услышать. Тебе раба твоего. Когда он засловит тебя. А не надо обращать на это внимание. Вы свое имя поставьте. Не граф Монте-Кристо. Может быть пацана. Такой-то рядом живет. И гадости делает. А на Дудина говорит. Ну Дудин. Боится где наши старые ролики. Везде изымают. Жалуются. Это есть. Но это. Не знаю. Трудно мне в это поверить. Чтоб Дудин это делал. Ибо сердце твое знает много случаев. Когда и сам ты злословил других. Вот и все. Определенно. Второе царство. 16.10 И сказал царь. Что мне и вам сыны с руины. Пусть он злословит. Ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать. Зачем ты так делаешь. Это Давид говорит. Когда он бежал от сына своего. Дальше. И сказал Давид о весе. И всем слугам своим. Вот если мой сын. Который вышел из чрезвил моих. Ищет души мои. Тем больше сын. Вениамитянина. Оставьте его. Пусть злословит. Ибо Господь повелел ему. Вот и все. Так эти которые вокруг бегают. И главное они вред делают другим. А просто меня злословят. А там нужды мне нет никакой. А они смотрят кто у меня в друзьях. Кто близкий. И на всех выходят. И клепают. И клепают. Это чисто патриархийное. Сергеянское предательство. Потому что патриархия была образована. 4 сентября 43 года. Сталином и Берией. Эта кровь течет в них ядовитая. Они не могут по другому быть. Скорпионе дух. Может быть Господь. Призрит на уничижение мое. И воздаст мне Господь благостью. За теперешнее его злословие. Вот так. То есть услышит Господь даст. Александр Марьясов. Ну вот этот не полностью. Я не смотрел еще. Надо смотреть что. Что он говорит. Вначале все красиво. Крещение полное погружением. А что дальше? Опять обман. И опять мокрой ладошкой хлопает по голове. Чем думают? И пишет он. Святитель Игнатий Брянчанинов. Письмо 102. Вот посмотрите. Игнатий Брянчанинов в то время говорил то, что я говорю сегодня. Потому что в моих книгах, 30 томов открытым оком, я много его беру. Вот он говорит. Важная примета кончинного монашества. Повсеместное оставление внутреннего делания. И удовлетворение себя наружностью. На показ. Это что они делают? На показ. Они совершенно никакие. За такое жительство чуждого внутреннего делания, всего единого средства к общению с Богом, человеки делаются непотребными для Бога. Непотребными для Бога. Но главное, что настоятели уводили епископа, а это даже нужды нет. Как Бог даровал, объявил, да потопным прогрессистам. Однако даровал им 120 лет на покаяние. Письмо 103. Относительно монастырей, я полагаю, что время их кончено. Кончено. Что они истлели. Нравственно. Вот это мужеложество, всякое безделие, табакокурение, вся мерзость там. И главное, вина не в этом. Вина в том, что заблокировали и людей не пустили на благовестие. И у меня есть наработка. Я отвечаю и докажу это любому. Монашество в том виде, в котором оно пришло и есть, принесло зло. Может быть в сто раз больше, чем вместе взятое мусульманство. Масонство, фашизм и коммунизм. Потому что они проповедовали, и везде вот эта зараза вспухала. И уже уничтожились сами по себе. Сами по себе уничтожились. Монастырей нет уже, их не было. 1275 монастырей в его время было. Чуть попозже. И едва ли он увидел в четырех. Чуть-чуть жизнь степлится, всего только. Если бы, как вы говорите, решились восстановить монашество, то нет орудия для восстановления. Нет монахов, а актер ничего не сделает. То есть это все остальные актеры. Епископы, актеры, те, которые, ну, монашество принимали. Епископы, да патриархы, это актеры. Дух времени такого, что скорее должен ожидать окончательных ударов, а не восстановления. Вот так. Спасай ее, да спасай свою душу, сказали святые отцы. Письмо 104. А монашество я писал вам, что оно доживает в России, да и повсюду. Данный ему срок. А это современник Пушкина. Вы представляете? Отживает оно век свой вместе с христианством. Вот точно. Восстановления не ожидаем. Восстановить ник никому. То есть не храмы это, не храмы, 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 храмы. Захромали. Для этого нужны мужи духоносные, а ныне даже водящихся отчасти писаниями отцов, при объяснении их душевным разумом, какого был отец Макареоптинский, нет. Правда и ныне некоторые разгоряченные верхогляды. Вот кто они такие, верхогляды. Даже из светских. Берутся за поддержание монашества, не понимая, что оно великая Божия тайна. Попытки таких людей смешны и жалки. Они обличают их глубокое неведение и судеб Божьих, и дело Божие. Такие умницы и ревнители, что они сделают все ко вреду. Вот все абсолютно, что сегодня... Вот смотришь, это делают вроде какие-то курсы. И особенно самое большое злодейство это миссионерские отделы делают. Это самые лютые волки туда собираются. Ну не везде, не везде, но которые я знаю. Они не знают, как работать с людьми, ничего. Даже смотришь на глаза и страшно. От злобы буквально из орбит вываливаются. Надо покоряться самым попущением Божьим, как это прекрасно изложено в молитве святых трех отроков, ввергнутых в печь Вавилонскую. Надо знать существенно нынешнее положение монастырей, которые могут еще показаться для верхоглядовыми местами спасения. Ну это тогда говорил, да уж 200 лет прошло, ну что вы дергаетесь-то? Ну посмотрите, что пишет Игнатий Бреченинов. По крайней мере, в избрании монастыря должно быть чрезвычайно осторожным и осмотрительным. Подтверждение того, что вам и сказано в нашем 27-м ролике. А то что я сказал дальше? Александр Васильев. Апостол Павел пишет, а блаженный фифилак толкует, что закон Ветхозаветный упразднен. Больше не надо его держаться, а мы сейчас под благодатью и спасаемся не законом, а благодатью Христовой. А Христос говорит, любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Ну какие, какие? Это блаженство, блаженство, заповеди о любви. Я запутался, надо ли соблюдать Ветхозаветный закон или заповеди? Ну десяти слове Ветхозавета, десять заповедей, там на скрижалях, их никто не отменял. Написано вечный закон. Надо смотреть, что церковь поставила. И нечистота, и все остальное, там женщина. Это осталось. Дальше. Скребков Анатолий. Здравствуй, брат Игнатий. Я обращаюсь к вам за помощью. Я изучал Библию со свидетелями Иеговы. Немного получил знания о Боге и его руководстве из Писания. Как правильно жить? Вы человек прямой, каких мало еще. И мне нравится ваше выступление. Мне хочется и дальше познать Библию, но некоторые правила у свидетелей расходятся с Писанием. Например, они говорят, что Бог сейчас отошел от руководства человеками и причастия. У них нет. И в Писании многое изменено. Как то? Око. Око. Не написано око, а у них глаз. Десница, а у них руку. И многое другое. Скажи, Игнатий, а где мне изучать слово Бога, если попы не проповедуют? Я прошу вас помощи. Я, кажется, заблудил. Да, ну тут ничего не скажешь. У нас издан Новый Завет. Дай-ка сюда его показать еще. Новый Завет впервые за 2000 лет. Полное толкование с откровением. Наш Новый Завет издан. И вот он как выглядит. Чтобы видно было. Приблизить. Ну я какой-нибудь один том покажу. Первый хотя бы. Каждый том 752 страницы. Видите, чтобы видно было. И тут же 240 цветных иллюстраций. Это все книги сшитые. Они не раскрываны. 240 Гюдстава Дары. Лучший в иллюстратор. Это мы раскрасили. Закладками света российского флага. И с откровением полное толкование. И какие места нужно обратить внимание о проповеди. Они выделены жирным. И здесь же я даю 297 комментариев. Комментариев на то, что нужно идти проповедовать. Не толкование, ничего. А более... Ну сказал об этом блаженном эфилакте. А я смотрю, что Яна Кронштадтского написано. Добавляю. К сегодняшней ситуации. Какая. Видите как. О, положи. Дальше. То есть от них отойдите. Достаньте новый завет толкования блаженного эфилакта. С откровением. Притом под подвергнем. Упадет там верхний. Вот. Там делать у них нечего. Они даже не еретики. Они никакие. Там просто все искаженное. Александра Гордеева. Мир вам. Ваш труд очень значимый. Наш православный народ очень нищ. Хвала Господу, что еще есть такие у нас. Поклон вам до земли. Продлит ваши дни Господь. Ну, на это что сказать. Я еще раз возвращаюсь сюда. Вот наш форум. И вот здесь вот это новое сообщение. Вот где видно нет. Вот его нажмите. Это первая страница будет. А вот здесь вот дальше. Общий поезд в конце. Не по темам, а поезд. И вы в него зарядите чип. Что говорил об этом патриарх, церковное началье. Все абсолютно здесь есть. Все. Я другого не могу советовать, потому что я не знаю таких полных материалов, как у нас. Дальше. Иосаф Бужор. Страшная ересь и лицемерие. Опомните сигнал. То есть я нахожусь в страшной ереси и в лицемерии. Вот послушайте все православные. Патриархийное. Как он определил? Ну, ересь и все. Не сами ли вы называли РПЦ МП вертепом и критиковали? Да. Не сами ли вы отказываетесь от РПЦ МП? Так почему лицемерно посылаете людей туда, куда сами не ходите, и заставляете их принимать то, чего сами не принимаете? Вы строите из себя старобрядцев, будучи с вами в Никонянской ереси, РПЦЗ. Да. Нет спасения благодати в ереси. Истина – это старобрядчество. РПСЦ. Русская православная старобрядческая церковь. И митрополит Корнилий. Я молю Бога о том, чтобы он обратил вас в старобрядчество, которое суть истинной православия, и вывел из Никонянских заблуждений. Все. Вот у старобрядцев одна проповедь. Ты, ретик, переходи к нам, больше ничего нет. Я и Корнилия знаю, мне это очень хорошо известно. Это церковь Христова настоящая. А вот вы посылаете? Ну да, посылаю. Ну и что? Я, значит, признаю Московскую патриархию благодатно. Они не признают. Ну как я тебя убеждать буду? Вот мы у них были. Они очень хотели, чтобы я у них был. Митрополит. Тогда был еще Алипий. Там несколько... Там Александр этот был у них. Ну с ними беседовали. Все сошлось у нас. Теперь... А вы как считаете, причастие у них Никонян действительное или недействительное? То есть присуществление совершается? Это мы на Рогожском кладбище беседовали там. Я говорю, конечно. А о чем тогда с вами беседовать? Сразу тема закрыта. То есть, судя по нему, я должен сказать, как стервиков, что Московская патриархия безблагодатная. Сборище нечестивцев, проклятое Богом и всем до одного в аду быть. Я этого сказать не могу и не говорил и не скажу никогда. Вот и все. Дальше. Есть и не один, мы один ру. А, да тоже мы ее впереди считали. Перейдя на YouTube по этой ссылке, можно развернуть на весь экран, зачитывая, что потребуется. Ставя на паузу, комментируя то или иное... Вы считали это, нет? Нет. Ну давай. Ставя на паузу, комментируя то или иное поздравление или просто проявляя знак благодарности. Все поздравления присланы на страничку Игнатия Лапкина ВКонтакте. Часть первая. И еще. Под новым видео теперь есть ссылка на эту тему. Форума с таким текстом. Вот это вот. Собирайте себе, перекопируйте как-то. Так что людям видео можно просто обговорить, что под видео будет размещена в описании ссылка на тему форума, в которой можно задавать вопросы. По практике люди интернет малограмотные многие. Не могут элементарных вещей сделать, поэтому так можно обличить им поиски. Просто в каждом видео сообщайте о ссылке на тему под видео. Дальше. Миром и Божьим благословения Игнатий Тихонович и с Рождеством Христовым. Вас и всю вашу общину. Приключилась сегодня со мной такая ситуация. По дымам проходили свидетели Иеговы и раздавали брошюрки. Меня дома не было, а бабушка по неразумению или по любопытству взяла ее. Когда я пришел, сказали, что не стало ее брать, так как они проповедутились. В скобках. Там даже картинка распятого Иисуса на бревне. Когда иеговистки возвращались домой, я их остановил и вернул брошюрку, так как бабушка хотела ее сжечь. А я побоялся. Все-таки там есть словописание. Ну вот, я отдал брошюр, и они начали задавать мне вопросы. Я со всей уверенностью и со всеми вашими приемами разговоров с сектантами, которые я взял из ваших видео, стал им говорить о церкви. Что такое церковь? Что Иисус придет за своей церковью, что он ее создал в первом веке, что должно быть рукоположение от апостольских времен, что свидетели иеговы появились в 20 веке, и до 20 века их не было. Рассказал об учителях церкви, которых Бог поставил, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, и третьих, учителей. Молодец. Рассказал об учителях. Сектой всех сект, со свидетелями иеговы. Раньше я побоялся вы. Второе. Хочу спросить, зачем Бог попустил на моем пути именно свидетелей иеговы? Ну, первый вопрос в чем? Поблагодарить, тут ничего нету. А второе. Зачем попустил? Ну, вопрос-то не ко мне, к Богу. К Богу. Так, дальше. Третье. Хочу, чтобы вы помолились за меня, если можно, чтобы не постили какие-нибудь искушения. Как его звать-то? Как его знать? А вроде нету как. Ну да, воззнаст его Господь. Дальше. Так как после них я как-то слишком раздражительным стал. Я и сам помолился после разговора с ними. И во время разговора с ними молился. И даже перекрестил их в уме. Но страх какой-то в душе остался. Спаси Христос. Дальше. Как тут? На фотографии я в левом углу. Вот он, вот это, да? С этим барабаном. В левом углу, в этом, да? Ну, там есть бородка. Так и да. Товарищам скажи, чтобы бороду не брили. Дальше. Готово очередное. А, это уже у нас было. А, от Стефани. Ну и вот письма какие были, перенесли мы. Вот наш... Лучше всего переходите на мою страничку. В Mail.ru Мой мир. Игнатий Латкин. В шапке где-то. Тут у нас несколько страничек есть. И тут все найдете. Вопросы про книгам задавайте. Вот. Тут сколько у нас видео? 2 209 видеоролика. 2 209. Сколько фотографий? 18 380. Вот так. Теперь я сейчас посмотрю, обновление дам. Что тут у нас есть? Вот тут. Сергей Рязанцев. Вот как я принимаю. Сейчас я вот захожу к нему. Вот что у нас тут? Видите, как... Ну, все тут есть у нас. Абсолютно все. Вот он, Сергей Рязанцев. Я вот так вот захожу к нему. Так. Сейчас посмотрю, кто он такой. Сейчас он здесь как раз. Что у него, посмотрю, есть. Вот так ничего нет. Ну, все. Теперь я беру... Захожу вот сюда вот в свой. И вот наш сайт. Я его выделяю. Копирую. Опять захожу к нему. Принимаю в друзья. И вот здесь вот написать сообщение. Ему здесь вставляю. Вот. Наши данные. Все. Он получил. Теперь от него отхожу. Готово дело. Дальше что? Ну, уже семь человек. Вот пока говорили, семь человек дали комментарии. Непонятно что-то. Какой-то зверь. Александр. Граф Александр. Граф Александр. Граф Александр. Потом что? Студия. Амнос. Так. Юрген. Юрий. Грузин. Грузин. Юрий Юрген. Когда много вот это, как правило, начинает это пакости, которые заходят. Это я уже знаю. А один из... А то этот человек что-то нашел где-то. Видите как? Пока говорили, уже семь человек посетили за это время. Ну, давай дальше. Что пришло мне? Тенденция 2015 года. Китай тянется к другим религиям. Число христиан уже достигло 100 миллионов человек. Нужно ли вести миссионерскую работу через интернет и по месту в Китае? Как ее вести? Что в первую очередь нужно перевести на китайский язык? Библию. Святую Библию. Это есть Евангелие. А он уже есть. Я не думаю, что не переведено. Надо работать. Любыми путями приближаться. Но с Китаем у меня работы не было. Мы туда не ездили. Мы проехали буквально всю Европу, до Лиссабона, Скандинавию, Прибалтику. Но с Китаем у меня опыта нет никакого. Католики, протестанты, как всегда, впереди. И уже активно трудятся на китайской земле. Как среагировать православным, чтобы не остаться в стороне? Уже остались в стороне и никогда не будут. Первым делом начнут служба, храм. Не с этого начинать надо. Говорить о Христе. А возмездие за грех смерть. Коронный стих везде. 6.23 послания к римлянам. Возмездие за грех смерть. Все на этом. Ну, тут два ролика поставили. Вот они какие есть. Еще вот человек зашел. Дальше. Дионисий Пасха. Что это Пасха означает? Не знаю. С Рождеством Христовым, дорогой брат во Христе Игнатий. Может вы знаете, кем и когда была составлена молитва для чьей на исповеди? Не знаю. И кто осмелился переделать более древнюю молитву и почему? Ну, просто надо спрашивать, кто переделал. Почему, чем они двигались? Я не могу сочинять. Гипотез не сочиняю, как Исаак Ньютон говорил. Не нашел в интернете ничего об этом. Вот и решил вам написать. Может вы знаете? Не знаю. Спасибо с Господи и не убывающей радости и в трудах во Слава Божию. Видите, он поставил сколько здесь. Вот. И еще маленько тут кто-то зашел на последней странице. Что тут? Что-то ВКонтакте. А, это то, что мне было сказано. Мир благословения. Я туда перенес. Это про ребят. Ну, вот это все. Ну, и дальше. Сейчас я покажу. У нас есть сайт во свете Библии. Смотрите какой. Вот здесь нажать на форум. Сразу перейдешь. Зарегистрируйтесь и будете писать. И на видеоканал. Ну, и здесь все мои книги вот есть. Здесь даже не 38. 41 и 4. 45 моих книг. Ну, из них только 38 в интернетной версии. Это в бумажном варианте. А остальные в интернете. Новый Завет в развернутом виде столкования. Для Слова Божия нету. С кристином православия. И вот здесь я отвечаю на 4124 ответа. Даю по темам, которые мне в университетах задавали. По радио, в милиции, в воинских частях. Где я вел занятия. Много лет. 55 папок. Церковь, царь, работа. Ну, допустим, что вот это? Коммунизм. Я откнул его. Все открылось. Все, что про коммунизм было говорено. Вот это что? Какой вопрос? На 1484 том 5. Что там написано? Вы уже неоднократно говорили, что при советской власти уничтожено 110 миллионов человек. Откуда у вас такие данные? Не кажется ли вам, что миф о 110 миллионах жертвах, большевиков и многие другие мифы, это фрагмент тотальной манипуляции сознанием в понятных целях? Ну, теперь я на него нажму. Нажал. Вот теперь ответ здесь. Просчитайте. Данные. Сразу идет. Данные что? Я не придумывал, а взял из архипелага ГУЛАГа, где профессор Караб, блин, их приводит. Уточнять это как-то подтвердить никто не сможет, и опровергнуть не дано. Но мне приходилось быть на местах расстрела в этих безразмерных ямах-могилах. Счет идет не только об отрубленных головах, но о тех, кто мог бы рожден от них. Учитывая, что у русских был очень большой быстрый прирост населения, не менее 0,6% за год. Менделеев делает расчет по подобной схеме, что русских должно быть в 2000 году не менее 450 миллионов человек. То есть 650 миллионов, теперь уже проверено и показано было? Расчеты эти научно и практически обоснованы. И ни у кого они вызывали сомнения. Но вот нет более 300 миллионов до этой цифры. Где они? Какой Змей Горыныч или Ильич или Виссарионыч сожрал народ? Гитлер был ирод, но он своих младенцев не трогал. Он душил иных. А здесь, на своей территории, серебствовали людоеды с пятиконечными звездами. За каждого немца в этой войне заплатили по 6 человек. За коллективизацию, как показал Сталин, уничтожено 10 миллионов. Прочтите Солоухина. Привет в свете дня. Это что, выдумка? У нашего отца 10 детей. В войну погибли все три моих дяди по матери. От них тоже могли быть рожденные. 110 миллионов погибших, это не только в России, но и во всем мире славяне. Если вы не верите в эту цифру, уменьшите ее в тысячу раз, и тогда войдите в число оставшихся. И вам уже мало не покажут. Да что бы ты считал себя тоже себе расстрелянным? Даже один бы был невинно погубленный. И тогда горе. Посеяв безверие, уничтожив веру во Христа, сейчас какие плоды дозревают? Или молить о мире, или согласиться, что уже ресурс исчерпан. Дальше самоистребление окончательное. Вот к этому и подошло все. Что там говорить? Об этом и толковать нечего. И тут все наши аудио, звук, видео, жития святых. Все абсолютно здесь есть. Ну и немножко еще прочитаем. Давай-ка. Милена с форума. Царь Игородцева, сегодня смотрела на ютубе ваш фильм про Бороду. Очень интересно было слушать. Руслан Кузьмин, город Ореха Зуева. Заказывал общение по скайпу. Вы говорили, что почитание святых мощей не соответствует канонам церкви? Все мощи, повторяю, все до единой частички нужно изъять и с великой честью похоронить в самом достойном месте. И во прах ты и в прах возвратишься. Не надо отходить от первого, что Бог сказал. Дальше. Это ответ на вопрос. Да. Лука 9,60. Предоставь мертвых погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй царствию. Где мощи, там нет благовествия. Зачем? К мертвым присох. Иди благовествуй. Погребать, но не выкапать и резать. Как будто Христос даже на этого не додумался. Которого погребать, и то они уже мертвецами считаются. Что же произошло, что Господь сказал? Иеремия 32,35. Чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость. Если же даже погребать Отца для благовестника не в обязанность, то откапывать уже упокоившегося и резать его, пилить, то разве сие не ниже, выше указанного Иисусом? А теперь вот смотрите, что. Вот что говорят нам жития святых об этом деле. Мощи все из антиминцев следует честь и захоронить. Вот где. Дальше. Откапывание мощи есть кощунство над умершими. Дальше. Вот где. Дробление мощи, кощунство и есть противление Богу. Незнание священного Писания и кощунство с мощами единое к смерти. Вот оно где. Язычество свирепствует на мощах. Вот оно где. Вот, вот. Смотрите где. Терзание мощи есть болезнь ума и мертвой души. Итак, бодрствуйте. Следующее. Шаманство и белый магизм в лже-православии. Следующее. Любая канонизация есть предвосхищение суда Божия. Трупа поклонства уводит от поклонения живому Христу. Чем отличаются нынешние монахи от бывших раньше? Дальше. Лука 9, 60. Число 9, 6. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить Пасхи в тот день. И пришли они к Моисею и Арону в тот день. Ну, а теперь смотри. Что написано в житиях святых, что скрывает от народа? Ну-ка, оттуда. Ну, она будет? Ну, возьми ее оттуда. Там голубя, она может спугнуть ее с гнезда. Иди ко мне сюда. Потом посмотришь. Давай. 17 января. Антоний Великий. Мощи неизвестно где. 21 февраля. Евстафий. Что есть мощи? Тела усопших всех христиан. 6 октября. Фома. Хотели от него кость взять, но тела на месте не оказалось. 9 ноября. Феоктиста. Одна была на острове, где и скончалась. Охотник отделил ее руку. Не было на то ее благословения. Корабль не мог плыть. Вернулись, приложили руку, и только тогда Путин открылся. Вот так. 5 апреля. Марк Афинский. Завещал. Ничего не бери от мощей моих, заповедовал святой Серапиону. 25 июля. По старому стилю это все. Житя святых взято. Феврония. Кто хотел взять часть от нее мощей, разбросанных мучителями, раздавались гром, землетрясения, рука мертвела. 1 сентября. Семен Столпник. Патриарх хотел взять немного волос, рука отсохла, положил на место, здоров. Понятно, что святые запрещали, ничего не спрашивают, все это режут, берут. 15 сентября. Никита. Один палец взяли от мощей и отсохла рука. Кто брал, у того рука отсохла. 26 октября. Дмитрий Солунский. Хотел часть мощей взять, не позволил святой. 13 декабря. От тела не брать ничего. Такой наказ дал при жизни. Мощи всех зантимийцев следует с честью захоронить. Откапывание мощей есть кощунство над умершими. Отдробление мощей и кощунство и есть противление Богу. Ну, теперь просто прочитай. Бытие 3.19. Иов 34.15. Вот это, в поте лица твоего. В поте лица твоего будешь есть. Это нельзя отрицать. Так, дальше. Доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят. И по прах ты, и в прах возвратишься. Это прямое противление Божьему указанию. Иов 34.15. Ну, все дальше. Иов. Екклезиаст 3.20. Где возвратился бы в прах? Екклезиаст говорит, из праха все возвратится в прах. Соломон отознал. Возвратится в прах. Вот она еще где. Первая Маховейская. 2.63. Тоже в прах свой замысел его погибли. Отдаст земля тех, и в прах тех, которые молчаливы. Хранили щадут веренные им души. Иуда. Михаил Эрхангел, когда говорил с дьяволом, спорем о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, запретить тебе Господь. Блаженный Феофилак толкует это место так, что дьявол препятствовал погребению тела Моисея. Кто препятствует сейчас этому? Не тот же ли дух противления Богу? Возможные подделки, притом самые ужасные. Вот подтверждение этому из житий святых. 20 октября. Артемий. Странница 450. Чтобы унизить христианство, нечестивый Юлиан взял из раки кости святого пророка Елисея и мощи святителя Иоанна Крестителя, кроме честной его главы и правой руки, которые лежали в Себастье, и смешалось с костями животных и нечестивых людей, сжег их, а пепел развел по воздуху. 21 июля. Симеон Еродивый. Идеевы мощи. 21 октября. Ларион. Тело украли. 4 царств. 23.18. И сказал он, оставьте его в покое. Никто не трогай кости его. И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Евстратий. 13 декабря. Когда хартия была перенесена, он написал завещание. В коем высказал желание, чтобы тело его было перенесено в ароврак, и чтобы никто не дерзал брать что-либо из его останков. То есть не слышат, а завещание оставляют, режут и режут. Но чтобы все тело в целости было положено на месте, называемом аналикозора, вместе со святым Афксентием, Арестом, Мордарием, Евгением. Ибо святые сии заклинали и встрасти, чтобы после их кончины тела их были в нетронутом виде, положенной вместе с его телом. Антоний Великий, 17 января. Сами похороните меня, дети мои, в земле, и исполните следующую заповедь своего старца. Пусть никто, кроме вас, не знает могилы, где будет похоронено мое тело, которое, по вере моего Господа, восстанет нетленным при общем воскресении мертвых. Кирилл, 11 мая. Перед тем, как опускать гроб, епископы сказали, откроем раку и посмотрим, не взято ли что-либо от святых мощей? С чем занимались? На благовестии с мощами? Ну, как ни старались, они не могли по усмотрению Божию открыть раку. Божье усмотрение на это было. А сегодня открывают, так значит, какие они? И тогда святые мощи опустили по правую сторону алтаря церкви святого Климента. Вот туда надо похоронить. Все. Симеон столбник, 1 сентября. Когда же возложены были честные мощи святого Симеона... Видите, кавычки открыты, прямо из жития взята, в кавычках. На приготовленной носилке патриарх простил руку, желая взять на благословенную память немного волоса от броды святого. И то сейчас высохла рука его. Феодосий Печерский, 3 мая. Затем олю о вас и заклинаю, похороните меня в той одежде, в которой я нахожусь теперь, и положите тело мое в ту пещеру, где я пребывал в Великем Постоле. Ну дальше, Харитон об этом говорит, просто сейчас считать уже некогда. Никита, 15 сентября. Так, отдайте земле, земле. Господня земля, что нам... Дальше, Никита, 15 сентября. Так, дерзновенно коснулся, блеснула молния, ударила. 20 октября Артемий, что с ним было? Вот оно, что написано. 11 июля, от мощей Фимии всехвальной. Ну, сейчас просмотрим. Ваня Логанов, почему отец Бог не мог просто простить всех? Почему Господь за все пострадал? Ну, другого не было. Дальше, Марийка. Вот она пишет. Что пишет? Да, знаю это место наизусть. Так, дальше. Андрей Михайлов, Торонто. Почему? Лицом вниз человека, а не вверх. Кресток лицом вниз. Крещение символизирует погребение. Не погребение, а смерть. Вниз, вот так вот, голову как стоит, так и есть. Вот так. Символ одежды. Не было. Я отвечаю, вот, места писания, ну, и по Библии все отвечаю. Ответ. Дальше, просто показать. Тоже ответ. Подобно, как он имеет общение. Вот, ссылка на слова Андрея. Прямо сказал. Смерть Христа. Люди умирают. Я уже, а Христос умер стоя. Будущая прибитка Христу. Тело так, а не назад. Ну, это, видите, я просто не успеваю показать, сколько, ответы какие. С Андреем тут, это, это, мир вам нищий. Дедушка Дуб, я считал про него, отдает в Йемене. В Йемене, как мучают христиан, распинают. И вот как, кто Библию считает, мусульмане, как режут пальцы им ножом. И потом засыпают, что-то, видите, как лапша. Считай. Измельчается правая рука. Четыре пальца и большой палец режут до костей 40 или 50 раз. Мышцы и нервы разрывают для того, чтобы сделать руки бесполезными в будущем. Кроме этого, наказание осуществляется в антисанитарных условиях, и человек получает серьезные инфекции почти наверняка. Изображение является примером ищерба. Палачи заявили, что они гордятся делать Божье дело. Это наказание за чтение Библии в Саудовской Аравии. Ну, ясное дело, что это сатанисты. Ну и все пока на сегодня. Вон, показать где во славу Божию. Продолжение следует...